Девушки отдыхают Со мной чувствуют мою музыку, пишут и слышат меня, поэтому это очень важно для начала, да? Съемки прошли в круизе, да, и это маленькая любовная история двух пар, которая развивалась, точнее бывших пар, которая развивалась на корабле, да. Это очень красиво, море, солнце и красота. Поэтому сегодня для вас специально закрытая презентация этой моей работы. В будущем будет очень много интересного. Спасибо Hard Media за замечательную работу. И еще, друзья, сегодня я презентую ремейк, что не очень мало важно, с замечательным диджеем Полиновым. Расскажи, что значит для тебя эта песня? Мы все вложили в это душу, и Даша, и я. Это напрямую не касается меня абсолютно, но мы прочитали мысли друг другу и поняли, что именно такая музыка должна быть, такой текст должен быть, который мы вместе это все придумывали. Именно по тексту. И полностью были в процессе этой песни. И когда мы написали, я услышала музыку, саунд, мы спродюсировали это все. Я поняла, что это... Боже, я же обожаю эту песню! Это теперь моя одна из любимых моих песен в репертуаре. Просто, не знаю, я каждый раз ее слышу, как, наверное, каждый артист. И люблю свою музыку, и люблю то, что я сейчас делаю для всех, для вас. И, не знаю, я хочу донести до слушателя свою маленькую частичку себя и голоса моего. Хорошо, спасибо тебе большое! Мы желаем тебе удачи и дальнейшего продвижения только вперед и только к своим целям. Спасибо! Это сегодня эксклюзивно для вас, друзья. Это маленький закрытый показ для друзей. Спасибо большое! На сегодняшний день очень много артистов на российской сцене. Кого бы вы могли выделить среди юного поколения? Лилит, конечно же. Сегодня мы выделяем, конечно же, Лилит, потому что сегодняшний вечер посвящен именно ей. И мы с большим удовольствием пришли послушать ее новую песню и, конечно же, увидеть новый клип. Расскажите, пожалуйста, какие дальнейшие творческие планы, цели в вашем творчестве? Практически готов к выходу альбом новых песен. Конечно же, сегодня все это происходит по-другому. Появляются в основном и в интернете. Но я надеюсь, что скоро люди услышат эти песни, записанные за последние два года. Что вы можете с молодыми авторами? Там есть и Брэндон Стоун, и Олег Шаумаров, и Наталья Касимцева. Это Геннадий Крупник, пара украинских авторов. Я считаю, что это будет один из лучших альбомов, юбилейных альбомов. Так как мы готовимся к следующему году, Вадима, юбилей. Я надеюсь, что мы всех порадуем, еще снимем пару клипов. Польских планов много. Еще хочется записать пару замечательных песен. Может быть, даже спеть дуэтом. Это тоже входят в наши планы. Главное, закончить хорошо год, отдохнуть. И с новыми силами в творческий путь. Что вы можете пожелать Лилит? Ой, Лилит, конечно же, здоровье в первую очередь, вдохновение. У нее достаточно вдохновения, вокальных данных у нее просто хоть отбавляй. Ты говорила про необразительные? Я хочу пожелать ей, я уже об этом говорила, еще раз скажу, что я ее болельщица. И хочу ей пожелать, чтобы она все же не стеснялась и еще раз от своей скромности ушла. Потому что, как говорит Вадим Казаченко в шоу-бизнесе, скромность – это путь безвестность. Поэтому я хочу ей пожелать, чтобы она еще раз попробовала свои силы на Евровидение. Потому что ей сам Бог велел там побывать. А мы будем за нее болеть и голосовать. А вы что можете пожелать? Конечно же, творческого вдохновения и благодарной публике. И творческой удачи. И это необходимо сегодня всем. Прекрасная певица, прекрасный голос. Удачи вам. Хорошо, спасибо вам большое. И мы вам желаем дальнейших успехов в продвижении вперед. Спасибо. Расскажите, как вы относитесь к Лилит? Как можно относиться к золотнику? Как можно относиться к этой бурлящей энергии? Меня просто поражает ее субтильная, такая вот дюймовочковая конституция и совершенно не дюймовочковый голос. Голос огромной, огромной пантеры. Она дива. Она настоящая дива. Для меня она, олицетворение профессионализма, очень высокого качества, все за что она берется, это все очень сильно. Я просто была поражена, когда она спела, мне Костя показал исполнение саундтрека к фильму «Сибельский цирюльник». Это высочайший класс. Просто я и так ее уважала, а после этого она для меня еще выросла на 10 голов. Поэтому Лилит – это Лилит. Это бренд. Мы с вами полностью согласны. Расскажите о ваших дальнейших творческих целях. Я сейчас занимаюсь вокалом для того, чтобы попробовать Лилит записать в дуэт. Вау, дуэт. Интересно. А песни уже есть? Песни нет, но я думаю, что у нас есть много друзей, композиторов, которые великолепно песни пишут. Поэтому думаю, что у нас все впереди. Мы будем ждать будущего хита. Спасибо большое. Мы дружим с семьей, мы дружим творчески и взаимно восхищаемся друг другом. Вы знаете, мне кажется, вот в этом секрет вообще успеха наших отношений. Потому что, когда, допустим, все ждут, что мы друг другу грызем глотку, на самом деле мы очень дружны. Это правда. Шоу-бизнесе этого не хватает. Вот в числе участников телепроекта «Голос», я думаю, что шоу-бизнес просто, стереотип шоу-бизнеса разрушились. Мы действительно очень дружны. Мы действительно болеем друг на друга и приходим поздравлять. Я в жизни никогда не искала ни в ком изъянов. Я, наоборот, искала поводы для восхищаться людьми. А Лилит – это один сплошной повод для восхищения. А ваши пожелания для Лилит? Я хочу пожелать моей маленькой звездочке, хочу пожелать фантастической, головокружительной карьеры, хочу пожелать новых хитов, новых песен, красивых, чувственных, таких же восхитительных, как ее голос, как ее натура. Ничего себе! Лилит будет рада! Конечно, я как рада, что сегодня выходит ее клип, увидит свет и я уверена, что это потрясающая работа. И вокальная, и творческая, и режиссерская. Мы вам желаем тоже дальнейших творческих успехов. Спасибо вам большое! Спасибо! Расскажи, как ты относишься к Лилит? Я к Лилит отношусь очень круто, потому что нас объединяет наш замечательный второй сезон «Голоса». И это такой крутой, крутой, крутой набор, крутая команда. И я всех очень люблю со своего родного сезона, поэтому поддерживаю каждого. Лилит очень яркая, невероятно голосистая и, конечно, безумно красивая просто. И поэтому мне очень хочется, чтобы у меня все получилось сегодня. Буду за нее болеть и желаю удачи от всей души. Трудно было участвовать в шоу «Голоса»? Ну, как сказать, в принципе, трудно все, но очень круто и интересно. Больше интересно, чем трудно. Жесткая конкуренция. Все было по-честному? Конечно, все было по-честному. Конкуренция была профессиональная, но человеческая никакой. Мы все помогали друг другу, поддерживали друг друга. Поэтому очень многих, вижу, «Голосят» здесь сегодня, на мероприятии у Лилит. А как ты относишься к тому наставнику, который был у тебя на проекте «Голоса»? Я великолепно отношусь к Леониду Николаевичу Агутину. Мы после окончания проекта еще общаемся, да, и он написал для меня песню, снялся в клипе. Поэтому смотрите обязательно. Песня называется «Тебя не отпущу». Классная песня. Очень благодарна ему. Расскажи о своих дальнейших творческих планах. Творческие планы, как у всех, выпускать песни, снимать клипы, радовать зрителя, выступать. Все, в общем-то, такое, как у всех. Активное. Да, 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 конечно же. Почаще встречаться со своими выпускниками «Голосятами» и вообще как-то в принципе даже чаще встречаться, чтобы было время. Пожелания для Лилит. Дорогая моя Лилит, я тебе желаю успеха, грандиозного успеха, благодарного зрителя, чтобы каждый твой проект был успешным, чтобы все бомбило, стреляло. Песни хитовые, кстати, у тебя замечательный автор Даша Кузнецова, которая для меня тоже пишет замечательный. Поэтому у тебя все для этого есть. Красота, талант, теперь удача, только и все. Расскажите, как вы относитесь к Лилит и к ее творчеству? Замечтательно, просто замечательно. Как к человеку, как к певице, как к профессионалу. Тяжело ли было принимать участие в шоу «Голос»? Вначале это была такая наивность, да. Потом, чем дальше ты шел, тем больше сильных конкурентов там оставалось. Было немножко страшно, да. Немножко, чуть-чуть. Страшно от чего? Ну, не страшно из-за того, что они меня побьют, конечно, да. Что буду, выйду на том или ином этапе. В первом голосовании я увидел реальные результаты, и мне это очень понравилось. Потому что при первом голосовании я был там лидером по голосам. Так как у меня конкуренция тоже была серьезная. Зрители вас любят? Ну, мне, я их тоже люблю. Это все взаимно. Общаетесь ли вы с наставником проекта «Голос»? Конечно. У меня до сих пор теплые отношения с Александром Борисовичем. Правда, я его немножко подвел. Один раз было такое. На открытие не смог приехать и заработать. Какие у вас дальнейшие творческие планы? Какие? Честно говоря, грандиозные. Ну, я не знаю, как получится. Чем будете удивлять? Ну, в первую очередь, продуктом. Я считаю, что в первую очередь надо удивлять все-таки песнями, а не какими-то модными со стразами одеждами. И какими-то дурацкими выходками, после которых тебя вся желтая пресса поднимает. Короче, да, это, честно, для меня это неприемлемые вещи. Если сами не полезут и не напишут, хотя это было уже, когда я был в «Голосе», «Желтая пресса», честно говоря, писала всякую ерунду, над которой вначале я злился, потом смеялся, а потом забил просто. И пожелания для Лилит? Лилит, удачи вперед и только вперед. И мы вам желаем удачи вперед и только вперед. Спасибо огромное. Спасибо. Марго, расскажи, как ты относишься к Лилит и к ее творчеству? Ой, такой вопрос сейчас. Я думала, сейчас будет какая-то подковырка. Я прекрасно отношусь к Лилит, мы дружим уже многие годы. Я очень рада, что наша дружба по сей день такая крепкая, мы поддерживаем друг друга. И я очень тепло отношусь к Лилит и к ее творчеству. Я безумно люблю ее голос, мне очень нравится ее выступление. Поэтому стараюсь следить за ее творчеством. И сегодня вот, собственно, пришла посмотреть, запремьерить вместе с ней, можно так сказать, ее новый клип. Жду, в ожидании просто. Вот скажи, а в шоу-бизнесе возможно действительно настоящая дружба? Вот двоякое отношение у меня к этому моменту. С одной стороны, да, я бы сказала, потому что очень большое количество людей, с кем я дружу, они из шоу-бизнеса, и я очень рада нашей дружбе. Но в то же время, знаете, наверное, поры до времени. То есть до тех пор, пока не пересекается. Я, наверное, сейчас ложку дегтя просто вношу, да, но на собственном опыте испытала, пока не пересекаются интересы. Это, да, хорошо, и это все прекрасно. Но как только что-то вот косано камень, знаете, увы и ах, такое бывает. И не только в шоу-бизнесе. На самом деле это не в жизни. Да, это в жизни точно так же бывает абсолютно. Поэтому я бы даже не делила бы шоу-бизнес и обычную жизнь. Расскажи о своем творчестве дальнейшем. Мое дальнейшее творчество и нынешнее. Это запись альбома. Я уже все уши всем прожужжала, на самом деле, потому что я вот его выпускаю каждый год. Но, честно, это очень длительный процесс. Нет, я имею в виду, что я все тот же самый выпускаю уже. Ну да, да, это, конечно, непросто. Но уже есть достаточное количество репертуара. И есть уже практически на 80-90% записанный альбом. Поэтому сейчас я уже точно поняла, что к весне я вот окончательно закончу и выпущу. Так что жду вас на презентации. Обязательно придем. И твои пожелания для Лилит. Моя дорогая, сегодня я очень много тебе желала. Я, наверное, скажу коротко и ясно. Будь счастлива и успешна. И в творчестве, в профессиональном плане, и в личной жизни. Вот так. Как вы относитесь к Лилит? Я считаю, что Лилит одна из самых перспективных молодых певиц. Потому что действительно потрясающий вокал и очень красивая девушка. Понравился ли вам сегодняшний клип? Какие у вас впечатления? Такая сильная работа именно по картинке, по режиссерской работе. То есть заявка такая на то, что этот клип будет на всех музыкальных каналах. Потому что действительно работа очень качественная. Чем вам еще запомнился сегодняшний вечер? Прежде всего, конечно, атмосферой. Потому что я очень люблю мероприятия, когда собираются люди, которым, во-первых, не все равно, что происходит. Они не просто пришли там поесть, выпить, поплясать. А они пришли действительно поддержать человека. И очень хорошая атмосфера. Это здорово. И я благодарю людям, которые вот так вот относятся к своим друзьям, артистам, к любимым артистам. Они поддерживают. Это действительно здорово. Я даже с поэту голос, он есть и хорошо. Вот примерно так. Потому что для кого-то это старт, для кого-то это пробы сил. Пусть будет. Ну вот вы сами верите в справедливость этого конкурса? Что все действительно честно? Знаете, насколько я знаю людей, которые там работают, я думаю, что можно верить в частность этого конкурса. Я просто очень сильно не входил в эту тему. Я не верю в общую объективность. Всегда присутствует субъективность. Наверное, она присутствует и здесь. Я просто думаю, что артист, который там участвует, если у него кроме таланта есть еще и мозги, то он очень грамотно использует это в свою пользу. Поэтому, если есть вопрос, надо ли в нем участвовать, я думаю, что молодым артистам надо участвовать во всем. Везде развиваться. Конечно. И главное потом это правильно использовать. А не пускать на его самотек, потому что очень много историй, которые, когда люди участвуют, достигают каких-то определенных вершин, а потом не знают, что с этим делать. Ребята, участвуйте во всем. Голосе, Фабрики Звезд, Экс Фактори и еще пара консультов, которые я все равно не помню. Главное, знайте, что это не вся жизнь. Это только начало, это один из этапов и вы используете это правильно. Ваши пожелания для Лилит? У нее все песни хорошие, поэтому, наверное, еще больше хороших песен. Лучше петь уже некуда, потому что поет он действительно хорошо. Пусть все идет, то, что она задумывает, только по нарастающей. Я могу сказать, Лилит, вы действительно хорошая артистка, не останавливайтесь на достигнутом. И те люди, которые понимают что-то в музыке, в артистах, они вас поддержат. Я вас всегда поддержу. Поэтому всего вам самого якого. Спасибо вам большое и прекрасного продолжения вечера. Спасибо большое. И сейчас мне бы хотелось пригласить на эту сцену людей, которые непосредственно принимали участие в съемках клипа. А также мне бы хотелось пригласить автора и композитора песни вслед за ним, очаровательная Дарья Кузнецова. Ее песни звучат на всех ведущих радиостанциях России. И за рубежом, Дарья, я вас вижу. Скажите, пожалуйста, принимали ли вы участие в съемках? Задействованы вы были как-то? Ну, они приехали ко мне домой и жили у меня. На самом деле, это правда, друзья мои. Я шучу. Давайте поаплодируем Дарья. Если кому-то из вас не хватает хита, знайте, Дарья Кузнецова делает хиты. Аплодисменты! Дарья Кузнецова Я прошу без ее лея, но мне не видеть кисты. Я прошу без ее лея, но мне надо бы не упражнять. Оставайся в поле пить. Это все, что сейчас мне надо. Обещаться на твои месте ты. Субтитры сделал DimaTorzok